Привет, боец! Сегодня я хочу тебе ответить на вопрос, который задают мне очень много ребят. Как сесть на шпагат? Я уже когда-то давал видеоурок по растяжке, но сегодня это будет не столько видеоурок, сколько я хочу тебе объяснить и рассказать, что шпагат не есть самоцелью. Наша цель это удар ногой в голову, а не именно шпагат. Шпагат это для красоты, это все хорошо, красиво, там где-то понтануться, но главная наша цель это жестко, сильно пробить ногой в голову. Кроме шпагата, есть еще очень много других упражнений, которые нужно делать на растяжку. Не менее важна растяжка спины, подвижность спины, подвижность крипта, подвижность шеи. Это все очень-очень важно и, возможно, в некоторых случаях даже более важно, чем именно шпагат. Для нас самое главное не именно растяжка шпагата, а именно подвижность позабедренных суставов. В общем, я в конце этого видео дам тебе упражнение из моего видеокурса «Растяжка сознания и йога для бойца». И, конечно же, я тебе предложу сам этот видеокурс, который я решил запустить в честь лета, в честь конца лета, в честь того, что сейчас жарко и очень хорошо можно тянуться, без предварительных особых разогревов, по специально очень низкой цене. Ты под этим видео и в конце этого видео можешь пройти по ссылочкам и узнать более подробно о самом этом курсе. А я тебе просто покажу сейчас упражнение из этого курса, как можно разработать тазобедренные суставы, как растянуться хорошо для того, чтобы улучшить, увеличить силу удара ноги и, естественно, его высоту. Но прежде всего я хочу, чтобы ты понял, что шпагат, особенно ребята, которые приходят там на первых тренировках, говорят «Как же мне сесть на шпагат? Когда я сяду на шпагат?» Это не есть сама цель. Сама цель – это просто тянуться, просто спокойно каждую тренировку, изо дня в день, из недели в неделю, месяц в месяц, да, возможно, годы уйдут на это. Но рано или поздно, конечно же, ты сядешь на шпагат. А может ты не сядешь, но это не есть цель и не есть то, из-за чего нужно расстраиваться. Делая растяжку на каждой тренировке, ты все равно будешь более подвижен, ты будешь энергичен, суставы будут работать лучше, мышцы будут растянуты. То есть все, как говорится в китайской мудрости, мягкое живут долгое, а твердое умирает быстро. Поэтому нужно просто быть подвижным, растянутым и уделять внимание на растяжку всего тела. О чем я как раз и говорю, и даю много очень интересных и полезных упражнений в своем видеокурсе. А так сейчас смотри упражнения и улучшай свою растяжку для хай-тика и подвижность позабедренных суставов. До встречи в видеокурсе. И дальше работаем над нашими суставами, мышцами. Сейчас покажу упражнение, которое было в бесплатном видеокурсе. Но оно соответственно дополняет и продолжает наш полный курс. Итак, сразу ставим ножку в сторону. Исходное положение. Вдох. На выдох. Садимся на левую ногу полностью. Левая нога, вся стопа стоит на полу. Правая ножка, носок вверх. То есть стоит на пятке, носок вверх. Все у нас здесь натянуто. И вдох, опять поднимаемся. Поставь спереди стул или табуретку, если тяжело, чтобы ты не падал и мог держаться за опору. Поехали. Спинга ровно. Мышцы расслаблены. И то же самое на левую. Чувствуй свое тело. Если чувствуешь, что падаешь, руками держись за пол. Или за стул, или за стену. Где ты будешь делать? Следи за дыханием. Хороший выдох очень помогает расслабиться. И позволяет мышцам растягиваться больше и больше. Также отлично прорабатывает ножку, на которой мы приседаем. И восстанавливаемся. Субтитры создавал DimaTorzok